Как я перекладываю яйца. Первым делом я стараюсь убрать вот эти волокна травы, которая по сторонам, которая попадается в середине. Так будет проще работать. Это делается там в начале, как только сформировали, может день и два еще, а потом это уже может так сильно не понадобится. Затем я беру яйца с краю, самые дальние от края и укладываю их в середину. Раздвигаю середину и укладываю в середину. Вот таким вот образом. Раньше у меня были гнезда с сильным уклоном на стороны. Не могу сказать, что это очень удобно. Вот пока только три яйца. Таким можно и остальные желательно подровнять, чтобы они были более-менее кругло, чтобы никакое яйцо так сильно не выглядывало в сторону. Вот желательно еще пересчитать, чтобы может какая-то подкинуло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать. Тринадцать яиц. Так вот это и вот это у меня непонятно тут. Ага, есть мордашки. Значит будет... Значит никто не подбрасывал больше. Обязательно надо считать как большее количество, так меньшее, так и когда нормальное количество. Все равно надо проверять, есть ли где ваши метки. Это я сделал маркером влагостойким, спиртовым, чтобы вдруг какое-то яйцо может раздавиться, может прийти какая-то курица подкинуть. Это все может происходить одновременно. То есть может одновременно раздавиться яйцо. Та курица, которая придет, снести яйцо, подбросить, когда нет квочки. Раздавить ее, снести свое, заменить. Количество останется тоже. И вы посчитайте, что вроде бы все нормально. Все равно надо проверять, может быть даже не две метки делать, а три метки на яйце, чтобы было видно на боковушках. Именно не на торцах, не на острой и тупой части, а вот это еще сбоку. Чтобы было сразу видно, когда яйцо левое. Вот у нас уже курочка готова. Она, скорее всего, так вот и чистится. Вот, наверное, будет запрыгивать уже. Посмотрим, как это происходит. Если получится, конечно, трудно сказать. Но, по крайней мере, уже сюда смотрит. Давай, давай, смотри. Смотри, как сюда подходить правильно. Не нравится провод. Вообще, куры, они такие, вдруг что-то не понравится, они могут уйти в сторону. Ну, вот это, вот этот взгляд вытягивания шеи, это означает вопросительный взгляд такой. У них же мимики нет. Ага, вот она подошла. Вот она залетела. Вот она увидела камеру. Камера ей не нравится, конечно же. Аккуратно становится, как вы видите, на яйца. Сама еще пододвигает дополнительно. Сейчас она заглубляет свои лапы между яиц, чтобы не стоять на яйцах, потому что это очень неприятное такое чувство. И у нее остается одно или два яйца, с противоположной стороны от камеры. Сейчас я попробую показать. Открытые. Вот, вот у нее яйца открыты. И ей надо немножко помочь. Вот она уже села, успокоилась. И я вот так вот немножко поглаживаю. А затем беру аккуратно, деликатно. И накрыть крылом. Вот так. Вот так. Теперь понятно, почему нужно ложить не так много яиц, потому что курочка просто физически все не сможет накрыть. Ну, она не всегда видит то, что находится сзади. Некоторые смотрят, а некоторые не очень. С вами был Арсений Селезнил Зверобой. Это я переворачивал яйца и одновременно просматривал, если подброшенные. Прямая система тут скорее всего не будет. Но вот еще дополнительно помог курочке укрыть все яйца. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнил Зверобой. Это дневник курча. Смотрите обновления. Пока!